Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня я расскажу вам, почему и как, по какой причине в нашей теплице совершенно отсутствует фитофтора, как я от нее в конце концов избавился, как она к нам не приходит никогда и, надеюсь, ее никогда здесь не будет. Вообще о фитофторе мы говорили на нашем канале очень много. Можно повспоминать эти ролики о способах борьбы с фитофторой, различных способах борьбы с фитофторой. Мы говорили. Дело в том, что фитофтора и пероноспороз являются очень родственными микроорганизмами. Они 1 и 2 относятся к омицетам. Поэтому, когда вы проводите мероприятия по борьбе с пероноспорозом у огурца, одновременно теми же самыми мероприятиями вы можете пользоваться и для борьбы с фитофторой. Но у фитофтора, безусловно, есть определенные особенности. Среди множества способов, которые имеются, ну, понятно, есть профилактика фитофтора. Что вы должны сделать, что фитофтора к вам не пришла? Это, конечно же, застелить толстый слой мульчи. Обязательно это надо сделать. Это обязательно не допускать застоя влаги в воздухе, то есть профилактировать росу, да, как следует проветривать и правильно поливать томаты. Это в обязательном порядке нужно создавать конкурентную микрофлору на поверхности листьев. Это и дрожжи, это и сыворотка, которая стимулирует развитие микрофлоры, это и заселение сенной палочки обязательно, это и заселение псевдомоната, и заселение триходермы, и даже просто опрыскивание 1,10 зеленой бродиловкой, потому что в ней очень много разных бактерий, она тоже конкурентная для этой самой фитофторы, для пероноспороза. Это тоже обязательное мероприятие. Но есть также целый ряд препаратов, которые направлены на борьбу с фитофторой. Ну, конечно, самый первый, о котором сразу приходит на мысль, вот как надо пользоваться, чем надо пользоваться, это ридамилголд. Я хочу вам сказать, давайте про этот препарат забудем раз и навсегда. Во-первых, он обладает профилактическим действием. Во-вторых, им нельзя работать по томатам. Он разрешен только для позднего картофеля. А почему для позднего картофеля? Потому что сам препарат канцерогенен, его остаточные дозы могут вызывать заболевания у человека. И у позднего картофеля, предназначенного для хранения, этот препарат может разваливаться, ну, просто разлагаться. И из-за этого его можно использовать. Во всех остальных случаях ридамилголд не используем. Все, забыли на томатах использование ридамилголд. Есть еще такой препарат, как пинкоцеп. Он, в принципе, тоже достаточно эффективен против фитофтороза и против пероноспороза. Однако же он нарушает питание растений микроэлементами. Поэтому я тоже его люто не рекомендую. Хотя он достаточно эффективен. Ну, собственно, как ридамилголд, но не рекомендую. Ну, не те это препараты, уже не стоит ими пользоваться. Надо уже уходить от них постепенно. Конечно же, куркума обладает прямым антисептическим действием в отношении фитофтороза. Ну, медь содержащие препараты можно использовать. Они контактные, не накапливаются, медью обработали. Ну, медь содержащими препаратами, конечно же, на завтра. Можете собирать плоды, помыли, тщательно ешьте. Они не накапливаются внутри. Но это тоже такие достаточно примитивные способы борьбы именно с фитофторозом. Я в первую очередь использую, конечно же, препараты сенной палочки, живые препараты сенной палочки. Потому что ими можно, их можно размножать для себя в том количестве, в котором это необходимо. Поэтому это все получается очень-очень дешево. Лей хоть залей эти томаты. Ну и, конечно, вот мой любимый способ профилактики и лечения фитофтороза. Ну, кстати, никогда не заходите в одежде, в которой ходили в картофель. Никогда не заходите в этой же одежде, в томатную теплицу. Фитофтороз вам обеспечен. Что вы тут хоть пляшите с бубнами, но вы просто на себе это принесете. Вот. Это, кстати, один из важнейших факторов профилактики. Не высаживайте картофель рядом с теплицей томатной. Никогда. Вот 300 метров надо отступить. Или какую-то перегородку иметь, там, смородину, ну, засадом где-то посадить. Ну, иначе прилетит, и у вас будет все время фитофтороз. Вы будете избавляться от него очень-очень сложно. Но мой препарат выбора, которым я пользуюсь, это, конечно же, Максимун. Почему Максимун? Потому что он содержит два полезных компонента. Он содержит весь антибиотический комплекс сенной палочки, а также он содержит весь элиситерный комплекс очень-очень ценной, достаточно редкой псевдомонады. Вот именно из-за того, что этот препарат абсолютно новый, абсолютно современный, абсолютно революционный, инновационный, он полностью соответствует требованиям к препаратам для борьбы с фитофторозом в защищенном грунте, вот на таких овощных растениях, как томат. Именно благодаря Максимуну мы в нашей теплице избавились буквально от всего комплекса болезней у томата. Мы не видели здесь ни альтернариоза, мы не видели здесь ни серой гнили, нету здесь даже малейших признаков каких-то увяданий, фузариоза, и, конечно же, нету здесь и не ожидаем мы здесь никакого фитофтороза. Именно благодаря Максимуну. Что ж, к сожалению, Максимун еще не так широко доступен, как многие другие препараты. Ну, в этом случае ищите Резоплан препарат на основе псевдомонад. Это другие псевдомонады, но все равно они очень полезны. Используйте препараты сенной палочки, ну, чтобы эти препараты подействовали, чтобы они правильно сработали, и ими надо пользоваться буквально еженедельно в период, когда наступают риски заражения фитофторой. В этом случае, когда вы будете еженедельно ими пользоваться, фитофторой у вас никакой не будет. Вот такими незатейливыми, простыми методами, включающими в себя и фитосанитарные, то есть не ходить в теплицу после картофеля и не приглашать посторонних людей в теплицу, потому что неизвестно, они, может, по картофелю или по своей фитофторе ходили, или и мульчу делать, и все-все-все, о чем мы говорим на канале, а также именно благодаря препарату Максимун я полностью избавился в этой теплице от болезни, чего и вам желаю. Ну, а еще раз, кому недоступно, смотрите наши выпуски об альтернативных методах борьбы с комплексом заболеваний у томата, в том числе и у фитофторы. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»